Привет, друзья! Меня зовут Павел Руденко, и давайте поговорим о том, зачем нужны трекинговые палки и как их выбрать. Трекинговые палки захватили весь мир. Их можно увидеть почти у каждого туриста. И неважно, это легкие трекинговые палки в Непале или сложные спортивные походы шестой категории сложности. Все это потому, что они выполняют две важные функции. Первая. Снимает нагрузку с ног и суставов примерно на 15% и частично переспределяет ее на руки. Я проводил простой эксперимент. Проходил по ровной грунтовой дороге с рюкзаком 20 кг, с палками и без. И разница была очевидна. С палками идти заметно комфортнее. И чем тяжелее ваш рюкзак, тем больше эффект. Вторая функция. Палки дают нам две дополнительные точки опоры. Ведь в походе мы двигаемся по сложным тропам, камням, поднимаемся и спускаемся по сложному рельефу. И все это с повышенной нагрузкой в виде рюкзака. Палки повышают нашу безопасность от падений и повреждений. Когда палки могут быть неактуальны? Например, фотографам и видеооператорам, которые имеют четкую цель снимать в процессе движения. Ведь им нужны свободные руки для камеры. Или легкоходы, которые сознательно отказываются от палок на простых маркированных маршрутах с легким рюкзаком. При этом у палок есть дополнительная функция. Ими можно обороняться. Иначе я был бы покусан волкодавами, охраняющими стадо овец. А Эндрюс Курка один из самых популярных туристов в мире. Близко столкнувшись с медведем, кинул перед ним трекинговую палку. Вследствие чего гризли в страхе убежал прочь, оставив ягодный след. Если вы понимаете о чем я. После нашего видео напишите в поиске ютуба Эндрюс Курка Бир, то есть медведь, и посмотрите этот ролик. Так на что же обратить внимание при выборе палок? Это на материал. Древко бывает из алюминия и карбона. У карбона есть большой плюс, это его низкий вес. У спава есть одна модель, называется она Карбон Про. И одна палка весит всего 195 грамм. Она легче алюминиевых, примерно на 70 грамм. Это может показаться незначительным, но в походе это очень ощутимо. В своих длительных походах я менялся палками. И после тяжелых алюминиевых карбон на самом деле ощущается очень легким и приятным в обращении. Руки на самом деле меньше устают под вечер. Карбоновая палка имеет очень высокую прочность на вертикальную нагрузку. Даже выше, чем у алюминиевых палок. Но более хрупкая при боковых нагрузках. Поэтому я бы рекомендовал эту палку уже имеющим опыт туристам. Алюминиевые палки менее прихотливы в обращении. Поэтому могут простить некоторые ошибки без повреждений. И они подойдут для всех туристов. В названии вы увидите сокращение АЛУ, что значит алюминий. Есть разные типы конструкций. Например, модель Элемент Про имеет Z-образный способ сложения, что позволяет нам достичь минимальной длины в собранном виде. Это удобно везде, где вы используете маленький рюкзак. Например, легкий трекинг, трейловые забеги, мультиспорт, ски-тур, фрирайд. Например, если мы поднимаемся на сплитборде в гору, можем их наверху убрать прямо внутрь рюкзака, чтобы они не мешались нам на спуске. При этом телескопическая часть позволяет нам регулировать длину палки под себя. Самые надежные палки в линейке сплав – это джек. Они же самые тяжелые. Вес одной палки – 290 грамм. Они имеют треугольное сечение трубок, что повышает их прочность. Следом по прочности идут палки «Монтайн Талл». Вес их – 250 грамм. И длина – 135 сантиметров. Этого достаточно для походных задач пользователя до 190 сантиметров. Также обращайте внимание на форму ручек. Важно, чтобы она лежала именно вам удобно в руке. Здесь есть удобный перехват. Это позволяет нам в сложных походах менять хват без регулировки самой палки. А также я всегда подбираю под себя верхнюю часть, потому что опираюсь на нее при длительных спусках. У палок в комплекте есть два типа колец. Маленькое кольцо служит для бесснежного сезона, чтобы палка не проваливалась в мягкий грунт, растительность или между камней. Без них было очень неудобно при походах по Кольскому полуострову, при этом в них не было нужды в Турции на Ликийской тропе, ведь все зависит от региона. Большие кольца предназначены для снега. Лучше всего их накрутить еще в тепле дома. И всегда берите с собой запасное кольцо, ведь в случае поломки палка будет просто уходить под снег. А они часто ломаются, это бывает, это нормально. Следующая модель Mountain. Точно такая же трекинговая палка, но ее трубки на 2 мм тоньше, то есть древка имеет толщину 16, 14 и 12 мм. Это немножечко менее прочно, но и палка легче на 15 грамм. К ним можно взять дополнительную палку Mountain Photo. Она имеет функционал монопода. Здесь есть стандартная резьба для того, чтобы зафиксировать экшн-камеру или телефон. И она специально продается поштучно. Кстати, в случае поломки нижней трубки вы можете найти замену для любой модели. Наиболее простая палка это Туринг. Здесь фиксация происходит цанговым образом, то есть длина регулируется при закручивании замка. В начале своей туристической жизни часто использовал подобную систему. Абсолютно рабочий вариант. Но важно помнить, что нужно беречь палку от песка. Для скандинавской ходьбы созданы палки Nordic. Главным их отличием является темляк, который сделан в виде перчатки. И это необходимо для корректной техники движения. Ручка здесь пробковая с каучуком. Очень приятная. Она отводит пот и не холодит. Скандинавская ходьба хороша тем, что дает нагрузки выше, чем просто прогулки, но ниже, чем бег. Что является очень щадящим для восстановления после травмы и нагрузок и людям в возрасте, начиная с 30 лет. Для своих родителей я взял скандинавские палки, и они постоянно ходят и поддерживают свое здоровье. Ведь это очень недорогой способ активности. Чтобы подробнее узнать про скандинавскую ходьбу, прочитайте нашу статью. Она находится по ссылке в описании. И в заключении еще один очень важный момент. Наконечник. Во всех трекинговых палках он используется из кобальт-вольфрама. Это победит. И в отличие от стального наконечника, он прослужит много тысяч километров. Проверено на себе. Форма у него в виде лунки. Она хорошо держит вас на льду и камнях. Выбирайте трекинговые палки под свои задачи. Помните, они могут вам пригодиться и для организации носилок, растяжки тента и некоторых палаток. Берегите себя, ходите чаще в походы. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok